Приветствую вас! Сложно спорить с высказыванием моих коллег о том, что причина всей ситуации лежит в вашем страхе, в том, что вы боитесь неудачи, остаться одной, быть брошенной, скорее всего, и так далее. Но, на мой взгляд, если это такие глобальные аспекты, которые затрагивают все ваше поведение, без исключения, существуют еще некоторые нюансы, также определяющие ваше поведение и ваше состояние, которые сами по себе являются менее значимыми, но в совокупности вполне могут составить конкуренцию тем проблемам, которые указали мои коллеги. И потому, не отрицая их видение и не вступая к нему в спор, я просто хочу высказать небольшое такое свое мнение по волчей данной проблеме. Итак, первое, вы не написали, сколько вы в отношениях, то есть вы написали с половиной года в отношениях, сколько, непонятно. Это может быть, как и четыре, но скорее всего, до пяти, до пяти, да, то есть, скорее всего, до пяти. В это время все достаточно стабильные, пищевые, без столь упреков, но и основных проявлений с той стороны мужчины нет. Не держим себя за руки, обнимает речь, конечно, не говорит. Понимал человека таким, как бой он есть. Вопрос заключается здесь в том, на мой взгляд, насколько искренне вы его принимали таким, как бой он есть. Мне почему-то кажется, что не совсем вы его искренне принимали, судя его, потому что вы пишете. То есть, я не говорю, что вы обманываете, нет, я не хочу сказать, что вы обманываете. Я хочу скорее просто сказать, что нужно определить, как именно вы принимаете человека таким, как он есть. Понятно, да? То есть, насколько для вас это, условно говоря, тяжело, к примеру. Дальше. Видела переписку с другой девушкой и открыто об этом сказала. Ну, в принципе, то, что вы открыто об этом сказали, это хорошо, даже более чем. Вы молодец, вы выступаете безоискренности. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что выступаете безоискренности. Но очень важно здесь понять, как именно вы, как именно вы об этом сказали. То есть, одно дело, если вы сказали об этом как-то, допустим, негативно. То есть, типа, что вот, как ты можешь, вот, что ты делаешь, там, и так далее. Это один момент. И другой момент, если вы сказали ему это, типа, эфиры, что мне неприятно, что я видел свою переписку с другой девушкой. Давай, как бы, пообщаемся, поговорим и разберемся. Может быть, тебе чего-то не хватает, может быть, я что-то не так делаю. Такая, примерно, история. Дальше должна быть. Вот, и, соответственно, здесь, как вы понимаете, уже есть варианты. Дальше. Значит так. Видел я переписку. Так. Ответ был, что это только для поднятия. На отель, потому что, в дальнейшем, это общение прекратил. Ну, а проблема, да, как, как решилось? Эээ, что у него, недостаточно высокая самооценка, что ему требуется самоотверждение и так далее. Проблема-то, как это решилось? Дальше. Сейчас не смогла открыто сказать, что не устраивает такое отношение. Не устраивает отношения физической нежности и за все время отношения сказала, что любит. Евгений, ну, эээ, за счетом того, что вы пишете далее, что хотели разойтись, вопрос к вам здесь, эээ, влучшить следующим образом. А в чем разность с ситуацией? То есть, эээ, про переписку с девочкой вы сказали, и это, типа, окей, да? То есть, это, это можно, это позволительно, про переписку сказать. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Значит, брат точно вас что-то не устраивает, вы сказать не может, не может. Как бы, в чем разница? И есть ли она, эта разница, если есть, то в чем она, эта разница, опять же, да, вот, то есть, на мой взгляд, эти вещи нужно, нужно поисследовать. Почему вы не можете высказать свои чувства, которые у вас есть? Дальше, следующий, следующий аспект, следующий аспект. Вы пишите о том, что вы, ну, вас не устраивает, там, ну, не устраивает какие-то его, значит, ну, какое-то его отношение, да, то есть, что-то, связанное с его поведением. Смотрите, а что изменилось? Что изменилось? Вот вы пишите, что раньше его, таким, какой он есть, вы принимали, а сейчас вы этого сделать не можете. Сейчас вас, завтра же это не устраивает. Получается, что, что-то изменилось у вас, что-то, но что? Давайте, давайте, поисследуем, что именно изменилось у вас. Это обида на то, что он общался с другой девушкой, или это, может быть, какая-то еще история. Давайте, поисследуем этот момент, давайте разберемся в нем. Дальше, я хотел разобраться, как вы это выразили, то есть, опять же, открыто сказать, что вас не устраивает то-то-то-то-то, то вы не могли, но разобраться при этом хотели. А чем вы обосновывали тогда свое желание развести? Ведь, наверное, уже какие-то обоснования у вас в сердце должны быть, ну, были быть, вот. То есть, на мой взгляд, эта история тоже нуждается в корректировке, на мой взгляд. Да? Вот. Дальше идем. Значит так. Вывел мне наш из разговора, объяснил свое поведение ожогом о предыдущих отношениях. Там открылся человеку, а научил к другому, перешивал. После решил устраивать дистанцию, быть циничной, чтобы больше не переживать. Прошу прощения. Знаю, что поступал плохо. Видел, что я отдаляюсь. Хочешь себе исправить, потому что очень любить, хочется не говорил. Хочешь просто отпускать, говорить в интернете, что я его родной человек. Ну, понимаете, здесь момент какой. Вам мужчина выразил свои чувства, да, свои желания. Свою ситуацию объяснил и показал ее. Я думаю, что вам решат, примите вы ее или нет. Примите вы эту ситуацию или нет. Это вам решат. Ориентироваться здесь нужно на свои чувства. Вам достаточно? Ну вот. того, что он сказал. Или нет. Или вы как-то все-таки, ну, считаете, что этого мало? Вам, по крайней мере, мало. Это, опять же, только вы можете оценить. Дальше. Я не могу понять, что сейчас испытывают в человеку. Любовь ли это или жалость? Жалость это, когда вы чувствуете себя выше. Жалость это, когда вы ощущаете, что, как бы, возвышаетесь над человеком. А любовь это, соответственно, желание делать, ну, его счастливым мужчинам. Вот этим отличается жалость от любви. Далее вы пишите, что очень скучаете, когда не видитесь долго. Этот симптом, симптом скуки, он может сам по себе означать разные вещи достаточно. Вот. И совсем не обязательно это говорит о том, что человеку, ну, вы, если к человеку вы что-то чувствуете. То есть это не обязательно означает именно это. То есть это может означать, в принципе, и что-то другое. То есть это может значить просто, что вы в нём, к примеру, нуждаетесь. Ну вот просто нуждаетесь в человеке и всё. То есть скука, она не показатель именно любви. Скука, она показатель именно нуждаемости в человеке и того, что, ну, вы не можете себя занять, к примеру. Дальше. Не знаю, стоит ли верить, что человек исправился. На самом деле он не должен исправляться. То есть вы правы отчасти в том, когда пишите, что это он пообещал из-за того, что я хотел уйти. То есть вы правы. То есть человек это сделал под давлением. Только в том, что вам не нужно ждать, что он исправится. Либо принимаете его таким, таким, как он есть, либо нет. И всё. Как бы. То есть если вы можете его принять, если вы можете его принять, да, если вы можете его принять. А что, значит, принимать, не пытаясь, не пытаясь, что важно, да, вот, не пытаясь его изменить, не пытаясь его поменять. А если вы не в силах этого сделать, да, то есть вы чувствуете, что, ну, чувствуете, что они способны его принять. А, значит, таким, какой он есть. Вот. В таком случае, наверное, не надо. Потому что, ну, что это такое, да, вот что, значит, человек исправит. Ну, неплохой, чтобы справляться, и не преступник. А, так, боюсь, станет всё повредним. Вот именно от чего, от чего именно вы боитесь? Здесь вот вы пишите, да, что боюсь, что всё станет повредним. А, чего боитесь вы? Конкретно. Ведь раньше же вас всё устраивало. Человек был изначально такой. Что изменилось у вас? Дальше, так, не хочу заканчивать отношения, не хочу боль причинять. Ну, это похоже на чувство вины. То есть, я испытываю вину, и поэтому не хочу причинять боль. Я испытываю вину, поэтому, значит, не выражаю своих чувств. Ну, вот так, в той форме, какой они у меня есть. Вот. То есть, как бы, если у вас действительно есть чувство вины здесь, то мне представляется, что вы всё-таки от него освободите. Вот. То есть, как бы, да, вы, быть может, причините своему мужчине боль ещё раз. Но, по крайней мере, он сможет для себя сделать какие-то выводы. Понимаете? Вот. Как бы, как бы, вот так. И у меня к вам вопрос. Что-то. Дальше. Дальше. Так. Да, человек, он добрый, нет, но так, боюсь, что ничего не выйдет. Как менять решение? Ну, опять же, опять же, ваш страх и неудачи, да, это история о том, что нужно вам, история о том, чего вы хотите скорее. И вопрос заключается в том, что вы, ну, что вы боитесь потерять. Знаете, какая штука? Так, вопрос заключается в том, что вы, чего вы сами, да, хотите по итогу получить для себя. Чего вы сами по итогу боитесь лишиться. Вот. Что вам нужно? Потому что отношения, да, это, ну, всё-таки не та история, которая, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Адекватно, по крайней мере. Далее. Вы пишите, какое мне отрешение, чтобы что? Как понять свои чувства? Ну, это я, в принципе, сказал. Да, пожалуйста. И любовь отличаются друг от друга. Так. Живём по родине, с родителями, с моим другом я часто прихожу с ночёвкой. Последние полгода он работает с родом ночи, видимся только выговоры одни. Ну, в целом, мне кажется, что глобальная проблема лежит в том, что вы живёте с родителями, которые, скорее всего, вас как-то ещё, ну, не доставляют, может быть, но облегчают вам чувствование себя ребёнком. И, соответственно, излишне, излишне. Ага. Полагаться на других. Излишне. Ну, опять же, это вот. Таково моё мнение. Такое моё мнение. Здесь. Вот. Так что, вам я рекомендовал бы от родителей отстраниться, больше всё-таки уделять внимание своей самостоятельности. вот. И, после этого уже будет более понятно, в каком направлении нужно двигаться именно вам. Лично, лично, лично вам. Вот. Мне история видится такой. Такой. Так. Не видится. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И обратите, пожалуйста, больше внимания всё-таки на себя. На сайте. Всего вам самого доброго.